В Сочи обсуждают молоко и все, что с ним связано. Стартовала Всероссийская научно-практическая конференция. Нацобщины Сочи представят свою культуру на фестивале молодежи. Об этом стало известно на заседании Совета нацобъединений при главе города. Сочинских школьников сегодня утром встретила лошадь. Тематическую выставку гражданской обороны продемонстрируют на уроках ОБЖ. В спортивной копилке Сочи первые награды по джиу-джитсу. В Краснодаре прошел грандиозный фестиваль спорта «Время сильных». Полтора миллиарда рублей, чтобы согреть кубанцев в Краснодарском крае на подготовку систем к отопительному сезону, выделят беспрецедентную сумму. Об этом заявил губернатор края. Также на профильном совещании Вениамин Кондратьев рассказал о том, сколько новых котельных появятся в регионе. Успеют ли на Кубани подготовиться к холодам, знают наши краснодарские коллеги. Зима близко. И так масштабно к ней в Краснодарском крае еще не готовились. Только на системы теплоснабжения выделено более полутора миллиардов рублей. За эти деньги в том числе построят 31 новую котельную. Почти половина из них за счет частных инвестиций. Для консервативной сферы ЖКХ это действительно прорыв и наглядный пример успешного внедрения государственно-частного партнерства. С каждым годом темпы ввода новых тепловых мощностей растут по Краснодарскому краю. И в этом вопросе особо стоит остановиться на следующем. Когда с прошлого года запускали программу по модернизации котельных и теплотрасс, мы говорили, на каждый вложенный бюджетный рубль должно быть вложено 1 рубль частных средств. И мы уже в принципе подходим к этому показателю. Прошел год, как выделили первые средства, а количество объектов, построенных по бюджету и построенных за частные деньги практически сравнялось. Важно, что вот все-таки эффект от этих нововведений, серьезных капиталовложений, увидели люди. Только они могут поставить настоящую оценку тому, что мы сейчас с вами сделали. Или сделаем. Потому что просто нововведения и эти капиталовложения останутся докладами и большими цифрами. А если они не увидят результата от этих нововведений и больших цифр, то, коллеги, считайте, что мы с вами ничего не сделали. Понятно, что экономика каждого муниципального вызывания, она по большому счету разная, можно смело сказать. Но от этого ответственности за теплооснабжение меньше ни у кого не становится. Вот вы должны это учитывать. И то, что больше денег в бюджете в муниципальном меньше, людям это абсолютно неинтересно. Тепло должно быть. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых болевых точек региона. Местами сети изношены на 80%. На ремонт всего комплекса нужны огромные деньги. Сотрудничество с частными инвесторами как раз поможет ускорить этот процесс, считает губернатор. Но есть и те, кто получает только прибыль и не вкладывается в модернизацию. Например, у частной теплооснабжающей организации в Славянском районе нет альтернативы. На правах монополиста компания зарабатывает деньги на население, при этом копит миллионные долги перед поставщиком газа. Это частное предприятие своего рода, славянские тепловые сети. На протяжении трех лет динамика отрицательна. На сегодняшний день задолженность 237 миллионов рублей. Графики предоставляют погашение задолженности. На сегодняшний день положительной динамики нет. Я бы просил в этом вопросе помощи, потому что сам я, скажем так, не справлюсь, потому что финансово-хозяйственную деятельность предприятия мы не можем зайти, и нам никто ничего не показывает. У нас естественная монополия. Абсурд. А кто-нибудь будет нести ответственность за эту естественную монополию? Что она делает? Она ничего не делает. А если она ничего не делает, то зачем нам такая естественная монополия? Если она берет и не возвращает то, что платит население за тепло, а потом мы понимаем, что у нас идет рост задолженности. Коллеги, но если мы ничего не будем делать, ничего и не сделается. Вот здесь надо принимать решение, собраться и принять правильное решение. Как и управленческое решение. Долги теплоснабжающих компаний – это игра в русскую рулетку, замечает Вениамин Кондратьев. У поставщиков газа может закончиться терпение. Губернатор лично вмешался в ситуацию, чтобы в разгар зимы у жителей региона не закончилось тепло. Каждый подобный случай на карандаше в краевой администрации. Какие реальные шаги, вы считаете, необходимо принять, чтобы динамика покажения задолженности начала хоть чуть-чуть становиться положительной? С января 2017 года направлено к дочникам 1463 досудебных претензий. На общую сумму 52 миллиона 408 тысяч рублей. Андрей Дорогич, еще раз, конкретно разберитесь по каждому экспритету. Я думаю, что где-то есть объективные причины, где-то субъективные. Где вот они делают работу для галочки, отправили иски, отправили претензии, еще, еще. А дальше и дальше моя хата с края. Вот такое не поется. На результат работаем. Анализ мне нужен. Конкретный анализ, почему такая ситуация. Если задолженность растет, то что еще может быть хуже? Потому что люди все так же сидят на своих местах и допускают рост задолженности. Вот это недопустимо. Подготовку к зиме все районы края должны закончить к 1 октября. Это касается и снижения долгов за газ, и модернизации сетей. К отопительному сезону в Краснодарском крае уже заменили полторы тысячи километров водопровода и около 200 километров теплотрасс. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань-24. Краснодар. Больше 1200 фермеров со всего юга России приедут в Краснодар. Завтра откроется агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». Проходить она будет в Экспоград. Это уже становится доброй традицией. Мероприятие такого формата – прекрасная возможность не только продать свою продукцию, но и пообщаться с покупателями, понять, что жители хотят видеть на прилавках наших магазинов. В рамках импортозамещения это становится особенно актуально. На Кубанской ярмарке также проведут семинары и мастер-классы. Например, можно будет узнать об альтернативном животноводстве или о том, как снизить затраты на производство собственной продукции. А в Сочи открылась Всероссийская научно-практическая конференция «Молочная отрасль России в условиях импортозамещения». Производители молока собираются на конференцию ежегодно с 1999 года. Потом был пятилетний перерыв. И вот сегодня снова в одном зале ученые, производители молочной промышленности, делегаты из всех ветвей власти. Запланированы выступления отраслевых союзов и ассоциаций, практических специалистов, выставки, доклады и мастер-классы. Поддержали конференцию власти региона. Благодаря этому она включена в перечень программных мероприятий Минсельхоза России. Сегодня Кубань – это флагман по производству молока. Сегодня мы производим порядка 1,4 миллиона тонн молока. Наших производственных мощностей хватает на переработку ежегодную порядка 2 миллионов тонн. Сегодня губернатор ставит перед нами задачу. Мы должны максимально загружить наши перерабатывающие мощности и максимально увеличить валовое производство молока. Сегодня перерабатывающие предприятия Кубани загружены всего на 48%. Цифры должны вырасти, в том числе благодаря выделенным средствам на поддержку животноводства в регионе. Это почти полтора миллиарда рублей. Никогда еще молочная промышленность России не сталкивалась с таким количеством вызовов, как сегодня, отметили на конференции. Здесь и усиление требований государства в части экологической и пищевой безопасности, и ожидание потребителей, и изменение принципов и подходов к производству, и сотрудничество со странами единого таможенного пространства. Санкции, введенные в 2014 году, они дали толчок к внутреннему развитию как молочного животноводства, к увеличению производства молока, так и производителям, переработчикам молока. Достаточно высокие темпы развития, особенно сыроделия. Очень интересные проекты развиваются в различных регионах Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае. Отрадно отметили на конференции, что местная продукция занимает все больше места на прилавках магазинов, да и сами потребители стали больше доверять отечественным товарам. Добавлю, что в программу конференции включен и дегустиционный смотр-конкурс. Губернатор принял участие в совещании в Министерстве промышленности и торговли России. Вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым Вениамин Кондратьев рассмотрел вопрос реализации специального инвестиционного контракта, заключенного с немецкой компанией «Класс». Она производит сельскохозяйственную технику в Краснодаре. Также глава региона сегодня провел ряд встреч в правительстве России. Итоги летнего курортного сезона в Сочи подводят на международном турфоруме в Москве. Выставка «Отдых-2017» открылась сегодня в экспоцентре столицы. Глава Сочи Анатолий Пахома встретился в рамках делового завтрака с руководителями федеральных и региональных туроператорских компаний. Мэр рассказал об итогах работы курорта прошедшим летом и наметил планы на зимний сезон. Средний показатель заполняемости в Сочи в жаркие месяцы составил 89%. Общее число туристов, посетивших город за этот высокий сезон, сохранилось на уровне прошлого лета и составило 2 млн 962 тыс. человек. Всего с начала года город принял порядка 4,5 млн туристов, что также соответствует прошлогоднему показателю. Спросом летом пользовались и горные курорты. По сравнению с прошлым годом отели Красной Поляны показали рост на 10%. Сегодня средняя загрузка средств размещения горнолыжных курортов 80-85%. Глава Сочи отметил, что это в том числе результат совместных выездных презентаций в регионы России. Туроператоры смогли уже сегодня дать свои пожелания по проведению совместных презентаций и в следующем году. Анатолий Пахомов отметил, что администрация города проводила опрос туристов в разных объектах размещения, анализировала жалобы. В этом году их значительно меньше, но остаются претензии к оснащенности номеров, нарушению шумового режима, недостаточную организацию работы сервисных служб отелей. Радужные прогнозы и на зиму. В этом сезоне на горнолыжных курортах Сочи будет введен единый скипас. Сейчас система проходит настройку, ее планируют завершить в ноябре. Ожидается, что уже в декабре система будет запущена в эксплуатацию. Гостям предложат несколько тарифов в зависимости от периода пребывания. Таким образом, по единому билету туристам будет доступно свыше 150 километров горнолыжных трасс. Такое нововведение, отметил глава Сочи, приблизит уровень сервиса к международному формату и поможет привлечь дополнительное число туристов. В Сочи волонтеры соберут мнение жителей и гостей курорта об общественном транспорте. Стартовал заключительный этап опроса по оптимизации маршрутной сети. Исследование пассажиропотока проводится уже два месяца. Анализируются анкеты, заполненные гражданами в сети. На завершающей стадии в течение месяца на центральных улицах и автобусных остановках волонтеры будут опрашивать жителей, пользующихся общественным транспортом. Анкета состоит из нескольких блоков, которые позволят узнать, откуда и куда пассажиры чаще перемещаются на автобусах. Отдельно можно будет оставить свои замечания и предложения. На основании полученных данных, отмечает администрация курорта, будут разработаны более удобные маршруты для населения. Нацобщины Сочи готовятся к 19-му международному фестивалю молодежи и студентов. Все объединения представят свою культурную программу и расскажут о традициях. Об этом шла речь во время заседания Совета национальных объединений с главой города. Какие еще вопросы поднимались в ходе совещания, расскажет Татьяна Говоркова. Заседания Совета национальных объединений города проводятся регулярно. Этот год на курорте насыщен различными мероприятиями, в которых нацобщины принимают активное участие. Анатолий Пахомов поблагодарил руководителей национально-культурных объединений за хорошую работу и попросил их оказать содействие в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи, на который приедут более 50 тысяч гостей из 92 стран. Мы должны достойно встретить, опять мы должны проявить самые лучшие свои качества гостеприимства, уважительного отношения. Пусть еще раз увидят на том, что мы достойно представляем Россию. Я всегда вам благодарен за то, что лидеры общин проводят разъяснительную работу со своими соотечественными, те, которые живут. Большую работу вы проводили с теми, кто приехал из других регионов. Без вашей помощи, без вашей поддержки я бы не обошелся. Фестиваль молодежи – это политическое мероприятие, как вы сами понимаете. И на нас с вами ложится огромное ответственность за проведение этого мероприятия. Главная задача общин – сохранение истории, культуры, языка и традиций. В Сочи созданы все условия для этого. Отремонтировано больше 20 домов культуры. Среди них и Дом творчества на КСМ. Уже совсем скоро здесь начнут работать творческие кружки и секции, в том числе и национальные. А ко дню города все объединения готовят свои концерты. Обсудили на заседании совета и скандальную ситуацию, спровоцированную заявлением бывшего председателя белорусской общины Владимира Остапука. На земельном участке, который мэрия планировала выделить для нужд национальных общин города, Остапук возвел объект без разрешительной документации и назвал его Белорусским музеем. Однако сами белорусы заявили, что это строение к их общине никакого отношения не имеет. А власти города подали иск на снос, поскольку так называемый музей, больше смахивающий на загородную дачу с баней – это объект самовольного строительства. Для того, чтобы сделать музей, то нужно было, безусловно, обратиться в администрацию, оформить землю, сделать гражданскую справку, получить проект, построить, вести эксплуатацию и потом идти по этому направлению. Потом само понятие музея и музейных экспонатов – это тоже законно регламентируется. В данном случае немножко все с ног на голову, что какие-то были опережения событий и, к сожалению, не привели к такому на сегодняшний день полуплачевному результату. Как любой этнос в городе Сочи проживающий, так и белорусы, они не должны быть, скажем так, заложниками частных желаний каждого из нас. Потому что мы дойдем к тому, что можем просто рассорить самые близкие братские народы. Актив белорусской общины обратился к Остапуку с требованием не спекулировать национальной принадлежностью при решении своих частных вопросов, а глава города предложил компромисс. Администрация готова отказаться от сноса и подписать мировое соглашение, но только на одном условии – земля и объект будут использоваться не частным лицом, а общинами, например, для обустройства национальных подворий или этнографических экспозиций, как это и планировалось ранее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Этот год в МЧС России объявлен годом гражданской обороны, в системе которой 4 октября исполнится 85 лет. В преддверии этой даты в Сочи проходят уроки мужества. В каждой из школ спасатели организуют выставку техники, а также учат правильно себя вести при возникновении ЧАЭС. На уроки мужества в 24-й школе побывала Инга Габешия. Это сегодня. Лошади работают только в горах. Конные поисково-спасательные отряды МЧС придут на помощь туда, куда не может добраться ни одна современная техника. Раньше же, 85 лет назад, когда служба гражданской обороны только образовалась, эти животные были постоянными напарниками спасателей. Именно поэтому на выставке МЧС отразили и прошлое системы министерства, и ее настоящее. Лошадь школьники погладили, а вот машины и мотоциклы решили оседлать. Ознакомились и с гидравлическими инструментами, и узнали, как и при каких ситуациях их используют. Мне интересно, так как я снова познаю, что, как, зачем, почему, для чего это нужно, почему это создано. Я думаю, что и для других тоже будет интересно. Я буду тоже после 11 класса поступать в МЧС. Я хочу помогать людям в беде, влазить по горам, вытаскивать людей из беды. Для меня это мечта жизни. День гражданской обороны России – это не красная дата, но очень хороший повод поговорить о значимости гражданской обороны в современном обществе, отмечают сами спасатели. Эта система напрямую касается вопросов защиты каждого человека, в том числе и в мирное время, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Дети – это наше будущее, это наше все. Они должны быть готовы и образованы всесторонне. И через детей доведем и до их родителей о том, что такое гражданская оборона, что делать, при каких сигналах, чтобы это не вызывало паники. Какие действия нужно предпринять? Услышав сирены, ребятам рассказали на второй части урока – теоретической. В актовом зале на урок мужества собрались учащиеся пятых-восьмых классов. Сигналы оповещения гражданской обороны передаются в том числе через местные теле- и радиовещательные станции. Их-то и необходимо включить, чтобы прослушать информацию, объяснил школьникам-спасатель. Напомнили собравшимся и правила поведения при различных ЧАЭС, а также на море, что актуально для жителей курорта. Все это в жизни нашей детей должно обязательно пригодиться в цели сохранения собственной жизни и здоровья. С малого возраста они должны понимать, что можно делать и что нельзя, знать свою историю. Хорошо воспитанная молодежь, которая патриотически настроена, это залог будущего процветания нашей страны. Урок мужества от МЧС – акция «Неразовая». По согласованию с Сочинским управлением образования подобные встречи будут проходить в рамках школьных уроков по ОБЖ. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Веселые ребята в зимнем театре. Накануне одноименный мюзикл Свердловской мускомедии впервые прошел на сочинской сцене. Гастроли театра начались в городе 13 сентября и продлятся до 9 октября. Слово Елене Осециной. Это действительно большие гастроли в Сочи. Ежедневно на сцене зимнего театра солисты, артисты хора и балета, воспитанники детской студии и, конечно, музыканты оркестра Свердловской мускомедии. Только в веселых ребятах занято 135 человек. Изюминка спектакля – видеопроекция «Свообразный мостик» от музыкальной комедии 1934 года с Леонидом Утесовым и Любовью Орловой в главных ролях до мюзикла «Наши дни», где используется не только музыка Исаака Дунаевского, но и его сына Максима. К слову, все мелодии здесь звучат не в записи. В оркестровой яме полный состав оркестра Свердловской мускомедии. Сталкиваюсь с музыкой Великого Дунаевского. И потом спасибо Максиму, который для нас написал специальную музыку для этого спектакля. Очень великий сюжет. Вспоминаешь, Велико там видно на экране Утесова. Это же, понимаете, история. Внутри этой музыкальной истории оказываются артисты современной мускомедии. Получается своеобразный музыкальный микс, который не отпускает зрителя до окончания спектакля. Как и в оригинальном фильме, все начинается со знаменитого Утесовского кнута. Кнут для спектакля заказали настоящие пастуши. Исполнителю главной роли пришлось долго тренироваться, чтобы выглядеть заправским пастухом. Мы с этим кнутом, с другим исполнителем этой же роли ходили и тренировались, пугая всех в театре. Но сейчас он, конечно, уже не так бьет, потому что кожа изнашивается. Спектакль популярный идет часто. Есть в спектакле и знаменитые животные Кости Потехина. Пастуха по профессии, но музыканта по призванию. Они могут разбежаться, поменяться местами, но потом все равно найдут свою пару и сложатся обратно в целое животное. Эта конструкция называется партикабль. И она не случайно вот такого белого цвета, потому что когда эта картинка складывается в стадо, этих партикаблей становится много, они работают как экран. И на них проецируется видео. Одна из героинь мюзикла мечтает стать певицей, хотя начисто лишена слуха. Исполнительнице этой роли приходится тщательно скрывать свои незаурядные вокальные способности. Я не в голосе сегодня, господа! Петь не по нотам для меня сложно. И в этой роли именно вот эта вот ее безголосость, то есть она не слышит, что нужно петь, по каким нотам двигаться. И это на самом деле спеть очень непросто, потому что у тебя в голове все равно уже есть эта мелодия. А исполнительница главной роли Татьяна Макроусова жалеет, что ее просенький льняной костюм не слишком впечатляет зрителей. Своё единственное эффектное платье ее Анюта надевают только в финале. Ну единственное, очень обидно, когда все в спектакле красивые. Единственное, спасает и успокаивает, что у тебя главная роль в этом спектакле. Но на самом деле все очень комфортно, и костюмы комфортные. И в финале, наконец-то я обрежаюсь в красивое платье, как Любовь Орлова, в цилиндре, правда без цилиндра в нашем варианте спектакля. Выхожу на сцену и наконец-то показываю всем, у кого есть голос. Песни, которые в 30-е распевала вся страна, можно услышать со сцены зимнего театра еще и 26 сентября и 9 октября. В эти дни в Сочи снова пройдет мюзикл «Веселые ребята. Комедия на все времена». Гелена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. «Время сильных» под таким названием в Краснодаре прошел грандиозный фестиваль спорта. В нем приняли участие и сочинские спортсмены. В фестивале спорта «Время сильных» приняли участие более 400 профессиональных спортсменов. В его рамках прошли соревнования и показательные выступления по разным видам спорта. Это кроссфит, армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, армейский рукопашный бой, бокс и джиу-джитсу. В составе Краснодарской краевой федерации джиу-джитсу выступила главный тренер города Сочи по этому виду единоборств Ольга Авдеева. На фестивале спорта ее отметили заслуженными наградами и благодарственными письмами. Благодарность направили и в адрес руководства Сочи. Кстати, это первые награды города в этом виде единоборств. Ведь джиу-джитсу официально начали преподавать на курорте совсем недавно. Да и в крае этот вид спорта пока в стадии развития. У нас джиу-джитсу – вид спорта новый в нашем крае. И постарались сегодня собрать всех представителей, где сейчас развивается джиу-джитсу. У нас здесь, на Кубане. В целом, в соревнованиях по джиу-джитсу на фестивале в Краснодаре приняли участие порядка 50 спортсменов. В их числе и борцы, входящие в состав сборной России. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валет Денталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского, 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.